Сегодня у меня радостное событие. На счете прибавилось внезапно 19 тысяч, что послужило этому причиной. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно я рассказывал про портфель сына, и я говорил, что он уже вырос и начинает формировать свой портфель. И я перевел ему все деньги, за исключением одной акции, которая давала максимальный убыток. Это была акция Acadia Pharmaceuticals. И сегодня я вдруг просматриваю этот портфель и смотрю, а там по этому портфелю убытка нет, и даже есть небольшая прибыль по этой акции. Ничего себе. То есть она очень здорово прибавила, и я немедленно продал, вывел эти деньги, перевел сыну. Ну, а у меня в портфеле эта акция тоже была. Она тоже в свое время просела, и я ее прикупил, усреднил. Это на бирже СПБ. Сейчас я покажу вам ее. Вот она, эта акция Acadia Pharmaceuticals. Вот. И у меня она была куплена на какую-то... Ну, сейчас я покажу в другом масштабе. Вот. Она у меня была куплена здесь. Потом, значит, она упала, я ее докупил где-то вот здесь. Вот я думал, что она вырастет, но она еще упала. Ну, и я здесь ее уже держал, а докупил, в общем, сказать, ну, как бы неплохую сумму. И сейчас у меня Acadia Pharmaceuticals на одном из счетов, на СПБ, на первом месте стоит, соответственно, 31% активов на текущий момент. Вот. И, соответственно, сегодня она вдруг подпрыгнула, значит, буквально с 20 до аж 25 с лишним в моменте она подпрыгнула. Что же послужило причиной этому прыжку? Вот, посмотрите, сейчас я покажу, сколько это в процентах примерно. Вот она подпрыгнула. Вот. На 19% за один день. Вот так бывает с биотехами. За сегодня. На первом месте у меня 16%, тысяча плюс 213 долларов. На первом месте стоит Acadia Pharmaceuticals. Акадия Pharmaceuticals больше всего скакнула именно она за сегодня. Ну, давайте глянем Acadia Pharmaceuticals у меня. Вот она. Вот была здесь, стала здесь. Ну, вы уже видели график на квике. Что же случилось? Ну, было любопытно просто, что случилось с акцией. Поэтому я зашел вот сюда, в Finviz, и набрал тикер этой компании, вот здесь, Acadia. И вот она сейчас здесь. Так, Daily. Ну, здесь она не отражается почему-то даже. Не знаю, почему. Этот рост не отражается. Intraday. Intraday нет здесь. Так. У меня бесплатная версия. Так, Daily. Короче говоря, вот здесь чем хорош этот сайт, тем, что есть последние новости. А последние новости вот они. 20 декабря, 6 декабря, то есть вчерашняя новость, новость от вчера, в 4 утра, в 4 пополудни на самом деле. Вот, две новости. И, значит, такая же новость. Ну, вот вторая новость, она более понятна. Я вам сейчас ее открою в эту статью. Investors Business Daily пишет, что Acadia Pharmaceuticals Stock Sprint After Red Syndrome Drugs Course at Testing Win. Acadia Pharmaceuticals Акция Acadia Pharmaceuticals прыгнули вверх после того, как получили хороший результат в тестах лекарства. Что это за лекарство? Что такое за Red Syndrome? Очень интересная штука. The company tested dragnostrophin in patients with a neurological disorder. После 12 лет пациенты показали статистически значимое улучшение в симптомах, как в поведенческом, так и в физическом, насколько я понял. Вот. Акции Acadia скакнули 24%, более чем 24-10%. Что такое Red Syndrome? Red Syndrome – это редкое неврологическое состояние, которое вызывает неконтролируемые движения руками. В основном у девушек и женщин. И оно вызвано мутациями в X-хромосоме. Она тестировалась на 187 девушках и женщинах в возрасте от 5 до 20 лет в течение 12 недель. И по шкале из 45 пунктов дала статистически значимый положительный результат. Что тут написано дальше? Дальше, что эта новость позволит Acadia снова вырасти до его среднего Moving Average. Ну, кто проходил биржу для чайника, значит такой Moving Average. Итак, возвращаемся сюда. Нет, вот сюда возвращаемся. И смотрим, что же у нас с Moving Average. Это мы добавляем сюда. Добавить график-индикатор. Ну, добавим. Да, тот же самый Moving Average и добавим. И недельный график включим. Ну, вот так. Ну, вот она скакнула выше, так сказать, Moving Average. Давайте еще включим Boylinger Bands. Мои любимые. Ну, вот смотрите, здесь сужение уровня и, кажется, пробой. То есть, ну, будем надеяться, что будет дальше рост. Написано, что ожидается встреча с агентством, которое дает разрешение, ну, с агентством по лекарственным средствам США, там, по-моему, в феврале. Вот. Если будет одобрение, то акции еще подскочат. Вот такая вот хорошая новость про Acadia Pharmaceuticals. Ну, всегда приятно, так сказать, рассказывать про хорошие новости, про те новости, которые связаны с компаниями. У сына я продал акции и перевел сыну. Пусть сам формирует портфель. Судя по всему, мы прикупим немножечко, да, скорее всего, сбалансированный пиф управляющей компанией открытием. И я об этом буду рассказывать. Ну, сегодня все, что я хотел сказать на данный момент именно про Acadia Pharmaceuticals. Спасибо за внимание. Напишите, что вы думаете по этому поводу, нравятся ли вам такие новости. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.